В эфире выпуск информационной программы День города. Марина Комиссарова в студии. Мои коллеги расскажут о том, как прошли минувшие сутки. Смотрите сегодня. 21 ноября в Академии ФСИН России стартовал третий международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». За три дня лучшим пенитенциаристам страны и зарубежных государств предстоит изучить широкий круг вопросов. Снегопад продолжается. Как отразилась погода на жителях? Смотрите далее. Погода не помеха археологам. Масштабные раскопки продолжаются, несмотря на ненасти. 21 ноября в Академии ФСИН России стартовал третий международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». За три дня лучшим пенитенциаристам страны и зарубежных государств предстоит изучить широкий круг вопросов. В первый день в рамках мероприятия прошло несколько международных научно-практических конференций и ряд деловых встреч. Важный фокус повестки форума состоит в поиске принципиально новых подходов к организации воспитательного воздействия на осужденных, внедрению положительного отечественного и зарубежного пенитенциарного опыта, а также научных рекомендаций. Во второй день международного форума состоялось пленарное заседание, на котором собрались руководители ФСИН России и представители зарубежных государств, сотрудники территориальных управлений, а также представители исправительных учреждений стран-участниц форума. Более 700 человек из разных городов России и стран мира в эти дни представляют свои исправительные учреждения. Перед пленарным заседанием начальник Академии ФСИН России Александр Крымов вместе с директором Федеральной службы исполнения наказаний Геннадием Корниенко посетили выставку, где ознакомились с разработками российских инженеров, которые направлены на обеспечение безопасности. Кроме того, на выставке можно было увидеть сувениры, выполненные вручную. Например, вот такие сабли. Одна из них является точной копией сабли под названием «Северная жемчужина», которая была подарена Петру Первому после победы в Северной войне. Выполнено полностью по историческому образцу. На сабле изображен весь путь, как в Северной войне. А кто это все делает? Все это делают наши осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях. А им можно работать с холодным оружием? У нас полностью организованы мастерские для них, поставлены видеокамеры, а также осуществляют контроль над этим сотрудниками администрации. Сувениры, привезенные из разных городов России, вызвали большой интерес у участников форума. Однако основное внимание было приковано к главному мероприятию. В течение двух дней здесь велись дискуссии по всем направлениям деятельности в СИН. Кроме того, были озвучены результаты работы предыдущих двух форумов и положение дел в уголовно-исполнительной системе страны. Очевидные результаты – это снижение общего количества осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Это развитие альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Это абсолютно новые подходы к психологической воспитательной работе, к подготовке к освобождению. Ну и целый ряд других направлений. Первый международный пенитенциарный форум состоялся в 2013 году на базе Академии в СИН России. Теперь он проходит раз в два года. Форум позволяет осуществлять обмен опытом между государствами для того, чтобы совершенствовать уголовно-исполнительную систему во всем мире. Пенитенциарная система нашей страны прошла сложный процесс становления, и сегодня в ней наблюдаются серьезные изменения. Основной акцент при реформировании делается на совершенствовании организационно-правовых основ функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. С учетом международных норм в сфере исполнения уголовных наказаний. Все это требует значительных моральных, психологических, физических усилий и достаточного финансирования. По мнению директора в СИН России, третий международный форум является наиболее оптимальной международной площадкой для обсуждения проблем развития мировой пенитенциарной науки. Не случайно форум называется «Преступление наказания исправления». Ведь одной из главных целей, которая стоит перед уголовно-исполнительной системой, является исправление оступившихся граждан. В эти дни руководители и представители пенитенциарных ведомств разных стран и органов государственной власти, научные деятели, правозащитники, общественные деятели делятся знаниями и практическим опытом в решении проблем уголовно-исполнительной системы. По результатам работы форума будут подготовлены рекомендации по повышению эффективности деятельности пенитенциарных служб, совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных наказаний и уголовной исполнительной практики. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сказочная погода с обильным снегопадом радует в нашем городе разве что детей и художников. Коммунальные службы наверняка проклинают обильно сыплющее снегом небо, но от этого чище на улицах города не становится. Страдают в результате автолюбители и пешеходы. Подробнее Алена Куколева. Вчерашний первый в этом сезоне снегопад превратился сегодня в стихию. В областном центре снег идет не переставая. И если в парках и скверах можно наслаждаться сказочной картиной, все деревья будто нарядились в белые платья, то проезжая часть города больше ассоциируется с кошмаром. Выйти из общественного транспорта, не промочив ноги, удалось немногим. Но на этом водная ловушка не заканчивалась. На остановках приходилось уворачиваться от брызг автомобилей, а пешеходные переходы буквально переплывать. Снежное месиво и лужи под ногами сегодня стали спутниками рязанцев. Ноги у меня очень мокрые, потому что город снегом завалило, не чистят, и поэтому промокают ноги сильно. Недовольными остались рязанцы и сугробами на платных парковках. После вчерашнего снегопада парковки в центре города оказались неубранными. Сегодняшние осадки еще больше осложнили ситуацию. Между тем, в мэрии ранее отмечали, что парковаться можно только на размеченных местах. Но выйдя из машины, водитель оказывался в луже. А невозможность припарковать автомобиль согласно разметке, тем не менее, от оплаты не освобождает. Парковка платная, снег не чистит, возмутительно. Что делать, непонятно. Региональное управление МЧС в связи с непогодой перешло в режим повышенной готовности. Спасатели организовали штаб по контролю за складывающейся обстановкой и взаимодействию с региональными министерствами и ведомствами. Из-за непогоды в Рязанской области без света остаются более 5000 человек в разных районах региона. Последствия удара стихии устраняют два десятка ремонтных бригад. Из Тульской области в помощь направлены три аварийно-восстановительные бригады МРСК, Центра и Приволжья. Объекты ТЭК и ЖКХ работают пока в штатном режиме. На текущие сутки прогнозируются неблагоприятные металлические явления – снег, мокрый снег, дождь. Вызов стихии бросило и рязанским коммунальщикам. На борьбу с последствиями снегопада, обрушившегося на Рязань, было выведено более полусотни единиц спецтехники. В ночь сегодня на улице города было задействовано 62 единицы техники. Это прежде всего 27 комбинированных машин, которые разбрасывали пескосоляную смесь, подметали и сваливали снег в отвал. Механизированные уборки подлежат 766 улиц города. Первостепенное внимание уделяется расчистке центральных магистралей, мест остановок общественного транспорта, спусков и подъемов. Дирекция благоустройства города вывезла сегодня ночью к месту складирования 364 кубических метров снега. Вывоз снега будет продолжен сегодня ночью. Помимо центральной улицы Ленина, Соборной улицы, вывоз будет осуществляться с улицы Первомайский проспект, с улицы Свобода. По данным синоптиков, снегопад продолжится до конца суток завтрашнего дня. Специалисты говорят, что в центральную Россию пришла метеорологическая зима. Алена Куклева, Юля Пятницкого, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». За текущий 2017 год на дорогах России произошло более 20 тысяч аварий с пешеходами. Причем часть из них случилась на пешеходном переходе. С приближением зимы продолжительность дня уменьшается, и поэтому в темное время суток пешеходам нужно быть особенно внимательными. К сожалению, порой пренебрежение обычными правилами приводит к трагедии. Подробнее в сюжете Валерия Сюдова. Страшная авария произошла на улицах нашего города. Самое пугающее здесь то, что случилось она на нерегулируемом пешеходном переходе. 21 ноября примерно в 17 часов в Рязани напротив дома 36Б на улице Есенина 39-летний житель областного центра, управляя автомобилем Hyundai, двигая со стороны улицы Грибоеда в направлении площади Театральной, по предварительной информации на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на неустановленного пешехода, женщину, на вид 60 лет, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась в машине скорой медицинской помощи. Сейчас приняты все меры для установления личности погибшей. К сожалению, подобные дорожно-транспортные происшествия на улицах города по-прежнему имеют место быть. С 20 ноября погода в городе сильно испортилась. Мокрый снег и грязь стали настоящим испытанием для автолюбителей. На зимнюю резину переобулись даже самые стойкие и упорные водители. Но аккуратность присуща далеко не всем. На улицах города по-прежнему на большой скорости проносятся автомобили, для которых снег и грязь не являются помехой. В связи с этим сотрудники ГИБДД еще раз напомнили водителям основные правила дорожного движения при плохих метеоусловиях. Обращаясь к водителям, хотел бы напомнить всем, что в связи с ухудшением погодных условий, всем водителям необходимо беспрекословно соблюдать правила дорожного движения. Соблюдать боковой интервал, соблюдать интервал до впереди идущего транспортного средства во избежание наезда. В местах возможного появления пешеходов, то есть это пешеходные переходы, образовательные учреждения, остановки общественного транспорта, водителям необходимо снижать скорость для того, чтобы избежать наезда. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сегодняшний снегопад помешал кому угодно, но не археологам. В центре Рязани начались масштабные археологические раскопки. Первая неделя работы Старорязанской археологической экспедиции показала, что на территории Тюза в Рязани присутствуют комплексы с 13 до 20 века. Они рассказывают о том, что люди всегда стремились жить красиво, о чем свидетельствует замечательная посуда 19 века и уникальный перламутровый крест, датировка которого еще не определена. Что скрывает под собой театр юного зрителя на Соборной? В эти дни узнают археологи. Здание Тюза на реконструкции. Снесли старую пристройку, и пока строители не начали возводить новый корпус, здесь каждый день трудятся, несмотря на погоду, археологи. Артефакты, которые датируются, начиная с 14 века, времен посады древнего Переславля Рязанского, находят каждый день. Город тогда занимал только кремлевскую площадку, а вокруг располагались городские посады, неукрепленные части. И вот эта постройка, которая внизу здесь мы видим, она относится как раз к 14 веку и к времени существования посады. В конце 16 века эта часть города дополнительно была обнесена стенами и получила название «Острог». И вот мы сейчас копаем как раз вот эти постройки все. Это относится к периоду Острога Переславля Рязанского, вторая линия обороны после Кремля. Начиная с 16 века, когда возник укреплен Острог, здесь селились стрельцы. И археологи видят сегодня следы их жизни, а также какой была городская планировка того времени. Люди постоянно приходят, постоянно что-то строят. Очень-очень активная жизнь здесь происходила всегда. Вот это очень интересно, разобраться в этом сложно. Но когда раскидываются материалы, которые мы находим по разным группам, там 20 век, 19-й, 18-й, то можно проследить, как менялась эта территория, как менялась здесь застройка, как сдвигались дома, как переносились дома вот с течением времени. Исторический и культурный центр города здесь были всегда. Этим объясняется количество найденных предметов быта и культуры. Стрельцы, как правило, они, помимо своей основной деятельности, службы отечества, они занимались активно всякой коммерческой деятельностью, торговлей, ремеслом. Они, как правило, все, судя по письменным документам, они все держали лавки, где торговали какими-то товарами, либо перепродавали, либо своими товарами. И стрельцы, они достаточно часто встречаются разные инструменты, то есть они занимались и гончарным, и кузнечным делом. Средневековым рязанцам жить нравилось красиво. Об этом свидетельствуют украшения 14-15 веков – перстни и стеклянные браслеты. Стеклянные браслеты – это типичная находка для 13-14 веков. Они были, так сказать, бижутерией средневековых женщин, которые очень любили вот эти стеклянные браслеты и украшали ими руки. Точнее, даже не только украшали, но и скрепляли рукава одежды. Но особую ценность для археологов представляют найденные кресты. Один из них – перламутровый, сделан из большой морской раковины. В другом кресте хранилась реликвия. Клали какие-то реликвии, там мощи, либо кусочек ткани, либо что-то такое, и вот с этой реликвией этот крест носили. И вот этот крест инкалпионный относится где-то к 13-14 веку. Он абсолютно целый, внутри, наверное, что-то лежит, но это будут уже открывать и смотреть реставраторы. Жители города 16 века любили расписную посуду, рисунку которой, например, китайские хижины. Печи Петровской эпохи были обложены изразцами. Сегодня мы можем видеть, какая роспись их украшала. История изразцового производства прошла, имеет долгий такой путь. И появились изразцы на Руси в конце 16-го, начале 17-го века. Привезли их из Европы через Польшу к нам. Первоначально они были просто красные. Также ученые находят осколки керамической посуды, а также сосуды из-под французской косметики, бутылки из стекла. В такие, в дореволюционную эпоху, врачи разливали минеральную воду. И даже детские игрушки 17-го века – глиняный медведь. Всего сотни найденных предметов. И раскопки продолжаются. Археологи завершат исследования только в декабре. А значит, найдут еще то, что поможет нам узнать о древних рязанцах еще больше. Алена Куколева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Их служба и опасна, и трудна. Но в трудных буднях есть и светлые моменты. Культурный центр УМВД России по Рязанской области подарил праздничные концерты сотрудникам полиции и Росгвардии, которые несут службу в отдаленных частях страны. В рамках выездной акции, посвященной столетию советской милиции, сотрудники культурного центра УМВД России по Рязанской области совершили поездку в Северокавказский регион, где выступили серии праздничных концертов. По сложившейся традиции, артисты культурного центра УМВД периодически посещают сводный отряд рязанской полиции, который несет службу на федеральном контрольно-пропускном пункте Затеречной в Ставропольском крае. На этот раз география выступлений стала шире. Состоялись концерты в Чеченской республике перед сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии из других регионов России. Один из концертов состоялся в Доме культуры города Нефтекумска. На мероприятии вместе с рязанскими полицейскими были приглашены их ставропольские коллеги, а также местные жители. Мы желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, доброго сердца, а также поддержки людей, которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Мы дарим вам этот праздничный концерт. Хореографический ансамбль «Стиль», вокально-инструментальный ансамбль «Диапазон», а также певцы и артисты, патриотические и народные песни, композиции о полицейской службе, хиты прошлых лет, лирика, наполненная любовью к России, дому, родным и близким, а также много красивых танцев. Все это внесло много светлых и ярких красок в тяжелые будни сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Гастрольный тур творческого коллектива продолжился в Чеченской Республике. Концерты с большим успехом прошли в поселке Ханкала на базе временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России, а затем в городе Гудермессе. Там аудиторией стали военнослужащие войск Национальной Гвардии Российской Федерации и члены их семей. Выступления артистов культурного центра, полные позитивной энергетики, стали настоящим подарком для стражей правопорядка. Зрители с удовольствием подпевали во время исполнения знаменитых хитов и любимых патриотических песен. На каждой площадке рязанских полицейских тепло благодарили бурными аплодисментами и цветами за полученные радостные эмоции, которые особенно нужны для продолжения успешной службы вдали от родного дома. В этом году проекту «Мисс Студенчество» в Рязани исполняется пять лет. За эти годы он стал самым ожидаемым и популярным событием в студенческой жизни города. В преддверии юбилейного мероприятия состоялась пресс-конференция, в которой участие приняла Алена Куколева. Студентки рязанских вузов готовятся к областному конкурсу красоты и талантов «Мисс Студенчество-2017». Самое сложное уже позади. Это кастинг. Строгих критериев, таких как, например, 90-60-90, здесь, конечно же, нет. Зато обязательные условия – быть яркой, искренней и открытой. Это движение, это развитие, это интересное, это знакомство. Да, это волнительно, это нелегко, это требует каких-то вложений, каких-то затрат по времени. Но и вместе с тем оно того стоит. Сейчас финалистки уже в стадии экватора конкурса. За плечами тренинги по дефиле, мастер-классы и бьюти-фотосессия. В этом году организаторы мероприятия приготовили для участниц и новые испытания – выполнить нормативы ГТО. ГТО, я думаю, для меня будет проще всех, потому что физическая подготовка у меня на достойном уровне. А вот творческий, скорее всего, номер и еще интересный и сложный мой герой. Сегодня же организаторы мероприятия приготовили для участниц новые испытания в виде пресс-конференции. Девушки продемонстрировали, как они умеют держаться перед камерой и красиво говорить. Я горжусь тем, что учусь именно в педагогическом вузе, так как педагог – это тот человек, который находится у истоков. Самый ответственный и волнительный момент – конечно же финал. Девушки продемонстрируют дефиле, танец и свои творческие номера. Организаторы пообещали сделать мероприятие по-настоящему светским. Мне кажется, что это замечательный конкурс. По той простой причине, что девушки знакомятся, налаживаются межвузовские связи, взаимодействия. Вузы дружат между собой, обмениваются опытом. И мы с ними вместе делаем наш город культурным. Финал конкурса пройдет 5 декабря в Театре драмы. Кстати, каким станет главный приз, который получит победительница, организаторы до сих пор держат в секрете. Международный день детей и День педиатра отмечают в мире 20 ноября. Эти даты не могли остаться незамеченными в Медицинском университете. В Рязгому имени Павлова во вторник, 21 ноября, состоялся праздничный концерт. День педиатра отметили в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Самому молодому факультету вуза в этом году исполнилось 5 лет. А в следующем он выпустит первых специалистов. 20 молодых врачей придут в Рязанские поликлиники. Всего же обучение проходит более 300 будущих педиатров. У меня есть маленькие братья и сестры, с которыми я все-таки в детстве нянчилась. И все-таки я понимаю, что педиатр – это самая, скажем так, милая и гуманная профессия. Самое главное, наверное, быть добрым, отзывчивым, прочувствовать всю любовь к детям. И самое главное – это стараться им помочь, чтобы ты верил, что вселить им вот эту свою веру в детей, чтобы они чувствовали, что они находятся в хороших руках и они могли довериться врачу. Врач-педиатр – личность разносторонняя. Ему нужно знать сотни болезней и их проявлений, чтобы назначить эффективное лечение. А пациентами могут стать дети любого возраста – как подростки 18 лет, так и младенцы. И к каждому нужно найти правильный подход. Большой миф у неспециалистов – это о том, что ребенок же маленький, он плачет, он не может рассказать, где у него болит. Для этого и обучаются студенты педиатрической специальности, чтобы можно было понять по характеру крика ребенка, по характеру дискомфорта ребенка, в какой области находятся проблемы и что необходимо предпринять. Детская хирургия, инфекционные заболевания, анатомия и гистология – лишних предметов в обучении нет. Все они понадобятся в практической работе. При этом повышать квалификацию врачам приходится всю жизнь. Чтобы оставаться востребованными специалистами, они регулярно участвуют в научных конференциях и семинарах. Все знают, что в медицинском университете учиться всегда нелегко, но наши студенты всегда успевают все. И участвовать в художественной самодеятельности, и активно вести свой досуг, и посвящать свою жизнь науке во время обучения. Мы ждем от вас действительно новых прорывных идей, новых диссертаций, новых статей, новых знаний. И самое главное – то, что мы видим, что это уже есть. После концерта группа студентов старших курсов уедет на Всероссийскую олимпиаду по педиатрии. Она пройдет в Санкт-Петербурге. Студенты Рязанского государственного медицинского университета и имя академика Павлова участвуют в ней впервые, но имеют все шансы занять высокие места. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Санкт-Петербурге.